Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 мая, полдня у нас лил проливной дождь. Был такой дождь, что было даже страшно, темно. И после этого выглянуло солнце и стало так тепло, хорошо. Сегодня я буду открывать все мои вот эти вот прикрытия, укрытия, где были, где замерзло, где не замерзло. Все буду открывать, буду открывать вот этот тоннель, потому что, считайте, я 24-го высадила, но через 3 дня уже месяц ровно, как они там сидят. Наверное, пора их один раз хоть полить в жизни. Завтра, может быть, полью их. Надо сегодня вот раскапывать, все убирать. Сегодня открою также ту грядку, где замерзли томат Демидов и Настенька у меня на горе, все вам покажу. Сейчас хочу показать вот эти томаты, которые прожили. Тоже здесь все холода. Я вам уже говорила, что они тут даже расцвели у меня. И не могу сказать, что все перезимовали хорошо. Вот эти Демидов, которые более раннего посева, они выглядят очень хорошо. Цветет почти каждый. У Настеньки она тоже цветет, но чуть прихватила листики, подернулись как бы. Сейчас, подождите, дойду. Земля рыхлая. Она, видите, Настенька тоже вся цветет. Ей цвести не помешал мороз. Но листики вот эти вверху, которые были, видать, сильно было холодно. Но вот если листья так закочерыжились, это уже, вероятно, тут минус добрался до них. И вот у Настеньки листья немного, как я уже говорю, как прихватила. Какие-то вот так выглядят, а у каких-то немножко пожелтение. Все-таки было холодно. А те, которые были помоложе томаты, то есть, смотрите, вывод такой, те, которые более взрослые, более раннего посева, они пережили вот эти минусовые ночные температуры, продолжительный период, более легко. Демидов вообще ничего с ним не случилось. У Настеньки чуть листья прихватило. А те, которые были моложе, видите, вот здесь совсем другие томаты, уже маленькие. Им, конечно, досталось больше. Все-таки они, вероятно, понежнее были. Но все равно, вот это они все целые, целые цветочные кисти и все. Вот эти вот фрагментарно повредились листья. Они сейчас отрастут новые. В целом, вот эти томаты, которые сибирская серия, которые были под агротканью и под полиэтиленовой пленкой, пережили хорошо. Вот сейчас у нас наступает период стабильно теплый. Я смотрела, минусовых почти нет до самого июня. Что это значит? Это значит, что вот эти томаты можно уже привязывать колышком. Они сейчас будут цвести. Они сейчас будут завязывать плоды. И, скорее всего, как я и говорила, несмотря на то, что они вот такой сложный период пережили на улице, они дадут, наверное, скорее всего, первые плоды. Ну, потому что тут ясно, тут уже от плодов, от цветов до плодов сколько там проходит? 20-40 дней. Ну, значит, в июне уже должен быть первый демидов. Ну, посмотрим. Я вам, конечно, как только появятся помидорки, сразу покажу. Но в этом году погода была ужас. Это что-то. Каждый год было сложно. У нас всегда что-то подмерзает. Все-таки Сибирь. Но такого не было давно. Чтобы при высаженных томатах, вот здесь были томаты, чтобы мы лепили снежные бабы. Чуть ли не на лыжах ходили в теплицу проверять, как там посадки. Такое первый раз в жизни. Но сейчас хорошо. Вот смотрите, у нас только-только начинает зацветать вишня. Вот прям выборочно. Чуть-чуть-чуть. Первый раз вчера начала распускаться яблоня. И у нас осталось 10 дней до лета, а у нас весна еще и не начиналась. У нас нет еще цветущего ничего. Вот яблоня, я говорю, только расцветает. Вишня только расцветает. Никаких цветущих фруктовых деревьев не было. Вот нынче очень запоздало все это. В огородах половина ничего не высажена. Будем только сейчас сеять. Буду сегодня высаживать все томаты, торопиться скорее, растепло. Я боюсь, почему я тороплюсь? Я боюсь не успеть и попасть в период, вот опять аномальной жары. Сейчас в начале июня как начнется жара. Такая, которая еще хуже даже холода. Вот высадишь томат, а он сгорает. Это надо их все притенять, надо чем-то укрывать. Это еще, ну тоже так же сложно, как укрыть от холода, так же сложно укрыть от жары. От этой, от суховеев никуда не денешься. В прошлом году у меня много сгорело прям. Ну просто сгорает за день рассада. Ну все, пока что у нас все хорошо. Сейчас пойдем смотреть погорельцев на горе, которые сгорели от холода. Они как ошпаренные, прям кажется, что их огнем, напалмом вот так как дали, и все у них сгорело. Но эти чувствуют себя прекрасно. Ну, кошка пришла.